Полин, поехали, давай тоже начнём с самого начала, с самого-самого. Ты по образованию художник, правильно я понимаю, да? Ну, не совсем. У меня комплексное образование художник-технолог, специальность называлась «Технология художественной обработки материалов». Это первое образование, а второе образование – архитектурно-строительное. Рествовать я училась вообще в художественной школе. С детства, с самого детства, да? А вот художественная обработка металлов – это что? Чеканка, гравировка, сканер, ну, всякое разное. И ты занималась этим, да? Или как-то сразу дальше пошла? Получала технологию, да, и своими руками тоже пробовала. Что ты делала? А почему пошла в архитектуру? Ну, так получилось. У меня брат организовал проектное бюро, и, поскольку я умею рисовать, и всегда очень любила заниматься всякими планировками, проектами, и умею работать во многих программах, он меня пригласил попробовать. Ну, и у меня стало получаться, я решила получить дополнительное образование, и до сих пор работаю архитектором. А ты архитектор чего? Какого направления? Что именно ты проектируешь? Ну, наверное, широкого направления, но в данном, сейчас мы проектируем в основном промышленные здания. Хорошо. А правильно ли я понимаю, что параллельно всему этому у тебя был интерес к ароматам, да, какой-то? Как ты вообще к этому пришла? Как оно начиналось? Ну, да, я увлекалась ароматами, вообще у меня нюх такой достаточно тонкий. О, комары летают. О, вижу, вижу комара. Да, у нас очень много комаров, и сейчас пришёл дождь, в общем, комарья много. Да, и потихонечку я коллекционировала ароматы, собирала по мере возможности. А с чего это началось? Помнишь вообще, как так получилось, что ты решила? Может быть, какой ты был первый, который, знаешь, очень понравился? Как вообще тебя затянуло во всё это? Даже не помню. Не помнишь? Не помню. Я помню, что в детстве, где-то в 90-е годы, у меня была мечта приобрести аромат Sun Moon Star Карла Лагерфельда. Я его услышала в журнале в каком-то как пробничек. У меня вот эта мечта была. Но были вот эти годы, очень бедные, такие голодные, этот аромат найти было практически невозможно. Но я его нашла. И вот хранила у себя, прям такой у меня единственный аромат был любимый. Потом, ну потихонечку, другие стала подтягивать свою коллекцию. Потом вышла на такой ресурс фрагрантика. И всё, и понеслась. Нашла там друзей-единомышленников, стала общаться, изучать ароматы, пополнять свою коллекцию. Там дело такое, что если почитаешь отзывы какие-нибудь красивые, тоже захочется. И вот я тоже как мышка-наружка в норку тащила всё, что нравилось, всё, что интересовало по отзывам. И вообще мне, я как исследователь, мне нравилось исследовать разные типы ароматов, авторский почерк разных парфюмеров. То есть вот тот вот лагерфельдовский аромат, сам он стар, это аромат руки Софьи Гройсман. И я эту руку, этого парфюмера стала улавливать и в других ароматах, таких как Парисов, Сен-Лоран и Призор. И я поняла, что это мой любимый парфюмер, что мне очень нравится почерк этого парфюмера. Я собрала в свою коллекцию всё, что могла найти. Ну, по разным факторам собирала свою коллекцию, по любимым нотам, по любимым парфюмерам. Просто потом это всё вот переросло в то, что вот мы сейчас видим. Полин, а сколько у тебя в коллекции ароматов, можешь сказать, считала когда-то? Нет, я не считала. У меня не только флаконы, но и всякие пробирочки, отливантики, миниатюрочки. Мне даже флакон не важен, мне интересно аромат изучить. Но когда я организовала ладонику, я свою коллекцию почти всю распродала, потому что мне нужен был стартовый капитал. И теперь у меня в коллекции только самые-самые такие вот любимые, неприкосновенные ароматы. Расскажи, какие? Самые любимые ароматы, это L'Orbleu от Guerlain. Это на данный момент моя любимая марка. Я им практически не пользуюсь, но это у меня как стоит, как такой вот образец парфюмерии, который вот действительно хочется ему подражать, который ведет. То есть это богатый, очень красивый аромат, очень содержательный, очень какой-то такой душевный, духовный. Ну, мне очень нравится. Ну, опять же, я оставила в своей коллекции ароматы Софьи Гройсман, о которой уже говорила. Кое-что от авторской парфюмерии зарубежной, ну, такой, как вот, мне нравится Мария Кандида Джентили, Мона Деорио, вот такие марки, все-таки вот женские ароматы, ну, то есть там парфюмер-женщина. Мне вообще нравятся работы именно женской руки. Ну, почему-то так получилось. Вот, не знаю почему. А ты считаешь, скажи, пожалуйста, что вот мужская и женская, перефразирую, автор мужчины, автор женщины, это чувствуется? Ты ощущаешь разницу? Ну, пожалуй, да. Да? А в чем? Я не могу отличить аромат, что сделал мужчина или женщина, я просто пришла к выводу, что мне больше нравятся ароматы, сделанные женщины. Ну, как вот... А можешь объяснить, почему? Ну, есть исключения. Ну, исключения всегда есть. Я вообще ароматы воспринимаю как что-то такое энергетическое, какую-то, наверное, субстанцию, что-то. Может быть, у меня есть, наверное, синергия с автором через аромат, может быть, какой-то разговор, диалог. Мне, да, мне легче найти общий язык с женщиной, поскольку я сама женщина. Поняла. Я прочитала, что ты сама пробовала делать ароматы, да, то есть началось, собственно, с этого, когда ты немножко решила углубить и дальше пойти, но купила, да, компоненты разные, но не пошло. Алин, а почему не пошло? Как ты считаешь? Вот что должен, какими качествами должен обладать хороший пример, который, вот, скажем, не хватило тебе? Или желания не хватило? Или чего не хватило? Мне бы хватило всего, но не хватило времени, потому что у меня есть профессия, я очень ее поглощена, я постоянно работаю, вот, а занятие парфюмерией, ее изучение требует колоссального времени, то есть это надо постоянно-постоянно набирать опыт, учиться. Времени не хватало катастрофически, вот, я как-то вот настроилась так, что я буду после работы садиться, читать, смешивать, изучать, записывать свои ощущения от вот этих вот смешиваемых вот аккордов, или как-то назвать, ну, соединений там двух-трех компонентов, вот, это же тоже там как-то пропорционально надо подбирать тоже эти ощущения, запоминать, все. И я поняла спустя, ну, несколько месяцев вот ежедневного вот этого тренинга, что мне не хватит, наверное, вот, ежедневного такого труда, наверное, ну, пяти лет, чтобы стать, чтобы уложить в голову все вот это вот, всю эту науку. Ну, еще же, все-таки, а сама я одна не могла это все изучить, мне нужна была именно учебная база, с кем-то заниматься, у кого-то спрашивать, читать. Я поняла, что не в этой жизни, то есть времени катастрофически не хватало, ну, то есть помимо работы, я как обычная женщина, у меня там и дома семья, и, ну, ладно, я думаю, пока так, пока так. Я не очень расстроилась, это был хороший опыт, который обогатил, да. То есть телотеоретическую базу какую-то дал в любом случае, да? Да, да, это вообще очень интересно, всем рекомендую, во-первых, изучить, как звучат чистые ингредиенты. А как это можно сделать, Полин, расскажи, где их вообще можно взять хорошего качества, чистые ингредиенты? Ну, в аптеке не стоит брать, в лавках где-то для бани эфирные масла не стоит брать, это совсем не то. Я еще поначалу, когда, ну, может быть, совсем-совсем давно приобрела масло иланг-иланга, и долго не могла понять, почему его называют афродизиакой. Ну, что-то таким притягательным, да, да, да. Я просто не верю в эти афродизиаки, да, ну, в нечто притягательное, гармонизирующее, там, настраивающее какой-то, там, может, терротический манер, лад. Ну, мне не нравилось это масло иланг-иланга, оно абсолютно было, там, аптечное, ну, ничего там не было такого красивого. А потом, тоже на програнтике, у нас, нет, на Ла Парфюмере тоже такой ресурс парфюмерный. В общем, я подсоединился со всем парфюмерным ресурсом, познакомилась со всеми-совсеми, записалась на всякие посылочки такие, у нас тоже интересно такое действо. И у нас была посылочка, где были парфюмерные компоненты парфюмерного качества, там, Анастасия Денисенкова её организовала, по-моему, вот она, уже она парфюмер, и она ещё директор маркетина. Вот я, перенюхав, вот эти вот компоненты спасила, поняла, что совсем нечто другое, что это не то, что в аптеке, и вообще такой красоты нигде не слышала. Там написала очень красивые отзывы про каждый компонент, меня прямо на поэзию пропёрло, настолько они меня вдохновили, или, может быть, после этого я решила заняться тоже составлением каких-то своих композиций, там, изучением более глубоким компонентом. Вот как раз я после этой посылочки накупила, тоже вот, именно вышла на тот ресурс, который продаёт парфюмерные компоненты хорошего качества, они очень дорогие. Если там маленький бутылёчек, там, 2 мл с розой, там, он может стоить 2-3 тысячи, ну, в общем, средств там очень много. И причём, когда смешиваешь эти компоненты, есть, ну, не то, что в вероятности, а как бы 100% это всё потом выльется куда-нибудь в унитаз. То есть эти тренировки, смешивания, меня всегда вот удивляло, что компонент звучит сам по себе очень красиво, а вот в сочетании с каким-то другим эта красота теряется. То есть это надо быть большим мастером, чтобы красоту не потерять, подчеркнуть, сделать лучше. Вот, как это делать? У меня получилось несколько таких сочетаний, но это было не то, что я хотела. Я долго посвятила какое-то долгое время вот поиску вот этих сочетаний. Ну, вот опять же, вот времени мне не хватило, я решила заняться уже другим. Ну, всё-таки, как я понимаю, идеи-то сама тебя не оставляла, не хватало чего-то, да, хотелось всё-таки не самой, но всё равно хоть как-то найти вот эти ароматы, которые бы тебе нравились, да. Как ты, в принципе, пришла к идее создания русской линейки? Почему русской? Почему как вот она у тебя? Ну, я читала интервью, да, все, я понимаю, но мне бы хотелось, чтобы ты сама ещё объяснила, потому что не все знают, да. Ну, вот я когда вот собирала, коллекционировала ароматы, мне всегда очень не хватало каких-то идей, то есть мне не нравилось, как называются ароматы, ну, как-то бессодержательно. Много каких-то фланкеров, много названий, которые просто транслируют то, из чего аромат сделан, там, как-то роза то, витивер сё. Это было очень скучно. Это раз. Во-вторых, я когда смотрела, что очень много зарубежных марок, я думала, почему наших нету, почему вот эта «Новая заря» тоже с совершенно глупыми названиями, обязательно на каком-нибудь там, ну, я не говорю про старые ароматы «Новой заре», я говорю именно про современные. Ну, вот, ну, я даже транслировать не хочу, вот названия «Новой заре» нынешние, они просто, мне кажется, неприличные для флагмана, парфюмерии нашей страны. Мне было обидно, почему в нашей стране с таким богатым языком а парфюмеры и парфюмерные марки не делают красивый аромат и с красивыми названиями. И вот как только я так подумала, в общем, мне кажется, мысли-то они как-то притягивают реальность. Значит, я, опять же, на той же фрагрантике, благодарна этому ресурсу, бесконечно обучающий, социализирующий. Я увидела статью, прям там несколько статьй, одна за другую сначала, про Элину Арсеньеву. От Сергея Борисова. Оказывается, у нас в стране есть парфюмеры. Для меня это было какое-то откровение. Я вот по этой статье просто в Элину Арсеньеву была влюблена. По описаниям. Я скорее побежала и заказала у неё набор пробников. Она же наша, да? Она из Санкт-Петербурга, по-моему, если я не ошибаюсь. Да? Да, да. Она даже раньше работала вместе с Натальей Светлой, в которой я тоже потом влюбилась очень сильно в её творчество. Они работали при фабрике «Северное сияние». И вот эти секретики, это вот мастерство, не делают такие ароматы раньше. А знания в виде книг, в виде каких-то там записей, рецептов, они остались. Алина Арсеньева, Наталья Светлая, все эти знания захватили, как-то ретранслировали в свои ароматы, добавили своего творчества. Вот как раз вот с творчеством этих парфюмеров я стала знакомиться, очень воодушевилась. И тут пошли цикл статей про таких парфюмеров, как Николай Ерёмин и Олег Горобчук. Но под каждой статьёй есть обсуждение, и я видела, что какой-то шквал негатива выливается от парфюлечённых на наших парфюмеров в том смысле, что вы, мол, смеётесь, как так, мол, русская парфюмерия это из разряда вообще какого-то там трэш, это нонсенс, это то же самое, что русский футбол и что-то, ну, по тем временам сейчас вроде как более уважительное отношение. Да, по тем временам над нашими парфюмерами и всеми их начинаниями смеялись, не верили, говорили, что, ну, вот это какие-то самоучки, что парфюмерия может быть только французская. Да, мне было обидно, я пыталась в комментариях как-то там защищать, поддерживать, и я хотела сказать, ребята, послушайте, даже я сама-то покупала все вот эти пробники, знакомилась с творчеством, писала отзывы, вот мне очень нравилось, было очень созвучно, ну, и, ну, как-то не верили люди, как-то все, насмехались. Мне казалось, что уже это дело принципа немножко вот эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки, и свою любовь вот к этому и свою веру в этих людей я хотела разделить с другими, вот, и, ну, эта идея зрела, она потихонечку, то есть, ну, хотела, 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 а потом как-то все сложилось, то, что и нос был натренированный, то, что рисовать умела, то, что как раз через вот эти покупки пробников я познакомилась с парфюмерами, с их творческим почерком, у каждого парфюмера свой творческий почерк, и, ну, мне прямо вот было видно, какой аромат они могли бы сделать. Другой вот разговор, что они тоже шли немножко, не все, но очень многие наши парфюмеры, вот, кстати, вот Анна Зворыкина тоже, вот, одна из моих первых любовей, вот, в парфюмерном мире, тоже я очень много у нее покупала, знакомилась, вот, она молодец, она называет большинство своих ароматов по-русски, и вот пользуется какими-то именно русскими образами, что там у нее аромат есть и казак, что такой яблоневый сад, такие вот очень знакомые нам, дом призрак, ну, на русском языке, и у него понятные ароматы, которые уже включают в себя какой-то образ, это важно, то есть, мне казалось, что это скучно, когда аромат просто является аксессуаром, а когда аромат рассказывает, историю, так вот, как у Анны Зварыкиной, особенно, у нее вообще аромат, у нее натуральная парфюмерия, и она сложновато для восприятия, особенно тем, кто, человек пользуется, ну, обычный магазин, синтетический, но если в этот мир войдешь, и нос заточишь, то, ну, наверное, вот остальное все как-то померкнет, не знаю, после какой-то попсни, начать слушать классическую музыку, может быть, так, сравнение, или какую-то руссконародную, с какими-то особыми ритмами, ну, другой там немножко, другой мир, вот, да, ну, и вот я не договорила, мне показалось, что очень мало русские парфюмеры обращают внимание на нашу, на нашу русскую культуру, на наши названия, какие-то вот эти вот символы русской культуры, русской культуры мало, мало обращают внимание на нее, идут по пути подражания зарубежной культуре, то есть все еще названия в основном на английском языке, на французском, на итальянском, освещают, опять же, их культуру, а про нашу культуру, как будто ее нет, но она же прекрасна, как бы если изучать, то она немножко, она скрыта от нас, немножко замаскирована, переврана, мне показалось, что эта тема абсолютно не развита, и опять же, вот как вот ручеечки сливались в единый поток, уже и вот это осознание тоже вело к ладонике, к образованию вот этого бренда. Очень красивое название ладоника. Полин, расскажи, пожалуйста, откуда оно взялось, как вообще тебе оно в голову пришло? Звучит очень красиво. Ну, как-то оно само ко мне пришло, то есть вот мне сразу было понятно, что одно из таких вот наших, ну, славянских, русских, каких-то богинь, это богиня Лады, я решила взять ее своим покровителем, потому что это светлая богиня, богиня-созидательница любви, плодородия. Ну, и я думала, что если взять ее покровительницей проект, то она, соответственно, будет проект беречь и развивать. В общем, поможет. Ну, и подкрепили вместе с этой богиней Лады мы богиней Никой. То есть это богиня победа. Ну, и вообще это все слилось просто в красивое звучание, как будто ягодка, земляника, черника, львика, даже приплелся Ладан. То есть название, оно получилось само собой, и оно оказалось настолько удачным, что не схватить его из вот этого вот ментального эфира, или как это еще называется, было бы преступным. Ну, я его скорее взяла себе, нарисовала, вот это слово, как будто по бересте, вот эта резьба, тоже немножко в таком русском стиле, в новгородском. Ну, как-то все само сложилось, я была очень воодушевлена процессом. На самом деле я не подозревала, что это выльется в бизнес. Я, ну, до сих пор это не бизнес, все-таки я называю творческий проект. Я думала сделать концептуальную идею русской марки. Возможно, назло, ну, тут как бы плохо говоришь, что назло, зла не было, была какая-то досада по поводу вот новой Зари, и всех, кто вот занимается вроде парфюмерии в России, но не обращает внимание на русскую культуру, хотя там, ну, ну, очень можно много всего сделать, просто воспевать, восхвалять, там, вот эти образы рисовать ароматами. Вот, я решила, как бы это вот могло бы получиться, если бы этим, ну, заняться, заняться упаковкой, ну, насколько я могу, я могу рисовать узоры, там, как-то оформлять. У меня есть образование художника-графика, художника-оформителя. Я вот в юности заканчивала такие курсы, много рисовала, мастерила, может быть, вот это мне помогло. То есть мои знания, ну, сработали на ладонику. Вот, потом, да, я сформировала эту идею и написала всем своим знакомым парфюмерам, в ком видела потенциал. Полин, вот вопрос интересный, я хотела, да, спросить, а как они отреагировали? Вообще, ну, это немножко волнительно было, да, наверное, ждать какого-то ответа. Какой был отклик у большинства? А правда? Да, очень хорошие. А был кто-то, кто вот сказал, да ну, фу, ерунда какая. Ну, как бы и были, да. Были. Были. Остороженности не присоединился к проекту. Но, как бы, в основном мы, парфюмеры, очень тепло, очень так вот, с энтузиазмом эту идею восприняли. Прям вот, очень-очень хорошо тепло откликнулись, согласились. Я понимаю, что первая была Элина Арсеньева, да? Да, Элина Арсеньева, она как вот, мы такой вот гуру, проводник, вот, мир вот этого проекта, потому что она как очень, знаете, авторитетная личность для меня и вообще для очень многих, да, она дала мне определенное наставление, ну, рассказала вообще вот, очень много про ароматы. Я даже к ней как-то на курсы ездила, просто послушать, что она рассказывает про составление аромата, про, ну, разные виды ароматов. Она уже, ну, прекрасная женщина. Так, и, и в то же время присоединились ко мне тоже такие прекрасные девушки. Это Дарья Пронина, теперь у нее фамилия Глинская, из Красноярска. Я очень любила ее творчество, она на ярмарке мастеров Дар Королевны, просто прекрасная девочка, она скульптор, ну, художник, творческий человек, еще и поэт при этом. Она сделала два аромата «Сила духа» и «Дар солнца», ну, практически натуральных, тоже одни, то есть это первые ароматы нашей коллекции. И Ленин и ароматы, это «Северная кружева» и «Уральские самоцветы». Дарья Пронина, ну, Анастасия Денисенкова, тоже мы с ней очень дружили. Поначалу, сейчас она занимается развитием вот российской натуральной косметики, дианы. Немножко в разных путях пошли. Ну, тоже она сделала прекрасный аромат, маленький цветочек, это наши первые лодониковские ароматы. То есть, поначалу, когда я им писала, у меня был заготовлен список названий, которые я хотела развить. Это такие ароматы, как, ну, естественно, «Аленький цветочек», «Уральские самоцветы», «Северная кружева», «Живая вода», «Василиса прекрасная», «Шамаханская царица», «Русская сказка», «Сила духа». К этим ароматам у меня были готовы уже до того, как я обратилась к парфюмерам, были готовы иллюстрации. Я уже прикидывала, как будут оформлены флаконы, как будут оформлены обложки для ароматов. И мы уже тоже с одной моей подругой, её зовут Маруся, тоже такой творческий псевдоним, она занимается гравировкой флаконов, мы с ней начали расписывать флаконы, она первая начала, потому что сначала я не умела. И только потом, когда у нас уже были уже идеи, стрелы, флаконы, уже узоры, когда я нарисовала, уж тогда я обратилась к парфюмерам уже с такой готовой идеей. Полин, а вот скажи, пожалуйста, можешь немножечко рассказать процесс подробнее? Вот у тебя было название, был визуальный образ, да, а как ты себе представляла, какой должен быть аромат? Ну, скажем, мне вообще очень сложно представить, я могу себе представить, да, вот как можно музыку сочинять в голове, как увидеть цвет, как увидеть запах, как ты, не знаю, ты по нотам раскладывала, ты по впечатлению судила, который должен аромат производить, как? Как оно было? И, знаешь, еще и такой вопрос, а что, дополнительно, да, что ты делала, если, скажем, вот парфюмер идею совершенно по-другому улавливал, и вот то, что он тебе присылал, это было здорово, но совсем не вписывалось, как вот вы договаривались? Как ты ему объяснила, что надо поменять? Потому что, опять же, это же очень сложно, все эти сочетания, да, и не всегда можно попасть в твое представление. Ну, у меня для большинства ароматов был заготовлен такой бриф в виде коллажа из картинок, то есть, то есть, вообще у нас ароматы такие синестетичные, то есть, они ассоциируются с какими-то визуальными изображениями, вот как ты сказала, с музыкой, там, возможно, еще с какими-то там областями нашего восприятия, там, теплый, холодный, какой по цвету, все, вот это я описывала, какой я вижу аромат, ну, да, какие-то ноты примерно, но в целом, так получилось, что парфюмеры, с которыми я общаюсь, который мне написала, я уже видела, что это те люди, которые очень правильно воспримут эту идею и смогут сделать то, что я хочу, я это чувствовала, то есть, каждый парфюмер брался за ту тему, которую он, ну, наверное, ощущал лучше всего, то есть, он, во-первых, парфюмер выбирал из нескольких названий, то, что ему ближе, мы обговаривали, примерно, какие ноты я слышу, парфюмер говорил, что он видит, слышит, и, ну, основываясь на вот этом общении, разговоре, брифе, парфюмер разрабатывал несколько вариантов аромата, я выбирала. Присылали тебе на утверждение, да, пробирочки? Да. Ты выбирала. А, скажем, бывало такое, ну, иногда бывало, что попадали, а бывало, что попадали, но не совсем, да, и тогда вы, кажется, снова обсуждали, что изменить, да? Да, мы дорабатывали аромат, который не попадал в тему, либо я чувствовала, что аромат получился очень хороший, но не соответствует теме, которая мне представляется, и мы меняли название этому аромату, или оставляли, если он совсем просто здоровский, мы оставляли его вот тоже с другим названием, были такие случаи у нас, и подорабатывали под другое название, и тоже получалось очень хорошо. А какой сложнее всего дался? Было что-то такое, что прям, ну, очень, очень долго согласовывали? Ой, тут, наверное, про каждый аромат можно долго рассказывать какие-то истории. Ну, какой-нибудь сахар. Я могу сказать, что это как-то было сложно, это вообще каждый, каждый аромат, я хорошо помню, даже все образцы, которые мне присылали, и они тоже все были интересны, было трудно выбрать, я иногда подключала своих друзей, родных, даже детей. В конечном итоге, конечно, я прямо человек, я сама как бы то, что хотела, выбирала, но слушала других. Не могу сказать, что что-то было у меня как-то проблемно или сложно, все как-то шло очень хорошо. То есть вообще не бывало такого, что вот, скажем, парфюмер прислал, ты говоришь нет, а он говорит, а я вижу вот так. Не бывало такого? Не бывало, я парфюмер, он говорит категорично нет и не соглашается дорабатывать, то, ну, я не буду настаивать, и он особо, но мы не ругались, ну, нет и нет, скажем, такие случаи тоже были. Кто, кто выиграл, кто, чье мнение, твое оказывалось решающим? Если он говорит нет, то, то что? Ну, он просто оставляет этот аромат у себя в коллекции. Поняла. Или как-то просто оставляет его, я его к себе не беру, этот аромат. Ну, тут как бы очень много всяких разных случаев, вообще это прям, ну, сказочно интересный процесс, сложный такой, но мне нравится, такие люди прекрасные, то есть, общаясь с каждым из парфюмеров, ну, я прям как-то так сама духовно обогащаюсь, мне просто жить от этого интереснее становится. Я тут вспомнила твою цитату, ты сказала, что аромат, вот, ароматы ладоники, да, ну, в принципе, авторская парфюмерия, они не для того, чтобы привлекать партнеров, как, в принципе, принято, да, а для того, чтобы выражать себя, то есть, аромат не для другого, а для себя. То есть, концепция такая, я так понимаю, в общем, да? Ну, да кто как хочет, тот так и использует. в принципе, даже если человек хочет привлечь партнера, но тут не дело в том, что какой-то там хвост от аромата или шлейф, который там привлечет партнера, возможно, привлечет до того, кто так же чувствует мир, кому интересно, такие же ароматы, как и тебе, ведь вот тоже же, то есть же такое вот, звери ходят на запах, там, друг за дружкой, там, если запах нравится, ну, даже не важно, запах от человека идет, или он духами такими набрызгался, ну, просто вот, вкус, значит, одинаковый, мировосприятие одинаковое, в принципе, можно партнера привлекать, почему нет, другое дело, ну, скорее всего, аромат очень сильно влияет на, настрой человека, на его, мироощущение, то есть набрызгался ароматом, и какой-то аромат дал силы на какие-то свершения, там, укрепил, там, волю, улучшил настроение, взбодрил, и ты вот на, вот эти вот молодильные яблочки, про которых тут, мы недавно все там, ажиотаж такой, да, понюхал, настроение прекрасное, ты идешь, улыбаешься, светишься вот этим счастьем, каким-то обновлением, и, конечно, на такую улыбку, почему противоположный полклюнет, он, что такая девочка, вообще веселая, хорошая, да, тоже, почему нет, то есть своими флюидами уже, которые вырабатываются после того, как ты понюхал этот аромат, получил заряд вот этого хорошего настроения, бодрости, то есть вообще ароматы, они очень сильно по-разному влияют, мы иногда недооцениваем их влияние на себя, на окружающий мир, на наш творческий процесс, на производственный процесс, на нашу энергетику, очень сильно они влияют, надо уметь этим пользоваться. Полин, скажи, пожалуйста, и сколько в итоге сейчас ароматов в марке на данный момент? много, что-то больше сорока, да, я помню? Вот сейчас их сорок. Сорок? Да, сорок оформленных и представленных в магазине, но у нас в процессе еще несколько ароматов, вот-вот выйдет новенький у нас совушка-сова, прям почти готова-готова. А расскажи какие там ноты, что там интересного? Сова – это аромат фиалковый, такой немножко ассоциируется с белой полярной совой, он пушистый, очень мягкий, ночной такой, фиалка, она же какая-то такая. Да-да-да, он еще орехами пахнет и древескими нотами, вот, его разрабатывает, уже разработала для нас Валерия Карманова, уже, да, очень мой хороший друг. Ну, Валерия вообще такие сложные ароматы, да, очень такие, долго раскрывающиеся, да. Вообще, Валерия, она так, ну, тоже, скажем, она перфекциониста, как раз ее ароматы мы очень долго разрабатываем, потому что ей самой хочется довести аромат до какого-то совершенства, то, как она его понимает, но и все-таки, чтобы и мне он очень нравился. Поэтому она работает, работает, присылает варианты. А сколько, сколько может быть вот этих вот, простите, перебила, вот этих вот моментов отправки туда-обратно? Ну, совушка-сова, она сделала 17 вариантов. Боже мой, 17! Да, ну, возможно, она сделала больше, это то, что она мне прислала, и то, что я послушала. Там мы остановились потом, в конце концов, он изначально был очень древесный, с ореховыми нотами, вот, но мне хотелось бы, чтобы он был чуть более носибельный, чем получился он изначально. То есть сначала он был такой, как лесной аромат для какого-то там вот погружения, там, медитации, ароматерапии. Концептуальный. Концептуальный, но мне казалось, что это, ну, немножко не духи, это не то, что можно наушикаться и носить. Ну, то есть, такие, в принципе, ароматы у нас есть, которые идут не как вот духи, как аксессуар, а как настрой, как образ. Есть у нас такие. Это какие, например? Иван Чая, Змей Горыныч, возможно, даже вот русскую сказку многие причисляют к этому аромату. Ну, многие причисляют Дар Солнца. То есть это в основном аромат, а темный аллей, вот тоже такой концептуальный аромат, который не каждый решится носить. Ароматы, в которых преобладают натуральные компоненты. Ну, Змей Горыныч, кстати, он прям дымный-дымный. Это прям точно. Не каждый бы решится носить. Согласна, да. Да, что это вовсе не духи, что это ароматный образ. Кто-то носит, почему нет. Кто-то носит такие шипры, он раскрывается именно вот классическим шипром, когда уходит вот эта гарь, то появится классический аромат. То есть он посажен вот эти горелые там ноты на классические шипровые базу. связаны с тем, что вот Любовь Коваленко, это тоже питерская девочка, она училась у Элины Арсеньевой, у Натальи Светлой, то есть принимала вот их классическую школу. Это их школа, вот эти вот базы шипровые. Поняла. Расскажи, пожалуйста, про создание титульного аромата. Я знаю, что там какая-то интересная история, да, аромат ладоника, который Валерия сделала. Как он появился? Тоже мы долго его делали. По-моему, он 9 месяцев рожался как ребенок. Тоже мы его... Начался он-то с того, что я для Леры... Ну, как бы для Леры, я помогала ей делать ее логотип, вот у Доратика. И она сказала, что она тоже хочет мне что-нибудь сделать приятное. И давай, говорит, я тебе сделаю аромат. Для тебя. Вот именно, который выразит твою суть. Вот как вот незиданный аромат парфюмеры делает. Ну, я говорю, я уже себя давно ассоциирую не с собой, а именно с ладоникой. То есть давай, говорю, ты не меня сделай, а ладонику. Аромат, который выражает индивидуальность ладоники. Представь, что есть такая сущность, какая-то там духовная. Да. И давай подумаем, как она будет пахнуть, какие в ней ноты. Мы вышли на то, что раз это ладоника и какая-то ассоциация с этими лесными ягодами, то там должна быть вот эта вот брусника и вот эта вот такая-то, ну, лесные вот эти ягоды. Я предложила ввести туда вишню и ладон. Вот обязательно, чтобы ягоды с ладоном. То есть, во-первых, мы раскрывали звучание названия ягоды ладон. И Лера, она тоже очень интересуется историей, там, эпосами, очень интересный человек, очень глубокий, очень понимает вот эту тему, вот эту глубинность. То есть, в некоторых людях вообще идет где-то в подсознании вот это ощущение вот этой какой-то русской культуры вот именно в каких-то глубинных ее истоках. Как сейчас нам ее преподают каким-то упрощенным суррогатом, там, немножко уже не то. Все расскажено на мой взгляд. Ну, вот Лера чувствует вот это вот все в каких-то вот чистых видах. Вот она эту ладонику делала, делала она тоже, как-то не могла остановиться, она пыталась достичь вот того, что вот именно вот выразит ее идею полностью. Вот где-то 9 месяцев мы туда-сюда вот этот аромат она мне посылала, мы обсуждали. Пока, наконец, я просто не завизжала от восторга, что вот он. И она тоже сказала, да, мне тоже очень нравится. Мне кажется, мы нашли то, что искали. Скажи, пожалуйста. Калинка-малинка и так же получилось. Мы вместе прямо вот с чем? С чем получилось? Аромат Калинка-малинка тоже попали мы в русские ягоды. Вот это звучание тоже у нее отвергнула. А есть ли, Полин, влияние, как бы сказать, помягче? Ну, вот скажем, ты реализуешь свои концепты или ты все-таки учитываешь какое-то требование рынка, скажем? Ну, не знаю, условно говоря, вот есть такие ароматы в моде, значит, надо что-то делать. Или нет? Такого вот в данном случае вообще у тебя нет. Ну, наверное, благодаря тому, что я очень много общалась с фармчанами, с парфюмлубителями и много ароматов слышала и много читала отзывов про них. Да, я очень хорошо знаю, ну, надеюсь, что я хорошо знаю вкусы людей, ну, как вот люди отзываются, относятся к парфюмерии, чего им не хватает. То есть, читая формы, можно понять, что людям наскучило, а что они хотели бы увидеть. Тоже я уже поняла, что всё-таки людям не хватало вот именно того, что мы делаем. Это раз. Потом, мне кажется, вот у разных людей немножечко носы, ну, как бы более-менее вот у всех разные, но у кого-то ближе к общему восприятию. То есть, если я замечала, что какой-то аромат, большинство чувствует в нём, скажем там, какую-нибудь медовую розу, и я чувствую в нём медовую розу из оттенка, может быть, там, ладана, а некоторые люди этого не чувствуют. Они там чувствуют нечто там какое-то странное, там, неприятное. Я к таким людям не отношусь, я чувствую как большинство. Основное количество ароматов я чувствую как большинство, я чувствую в основном те ноты, которые имел в виду парфюмер их закладывает. То есть, мне кажется, вообще, чтобы быть хорошим парфюмером, чьи работы нравятся людям, надо иметь такое универсальное восприятие, близкое большинству. Ну, наверное, это как-то, может быть, какой-то камертон, заточенный нос на правильной ассоциации. Наверное, мне повезло с носом. То есть, я слышу как большинство, и не слышу всякой дряни. Если там какой-то аромат, особенно мускусный аромат и вот этим греша, что часть людей слышит в них какие-нибудь там грязные тряпки. В смородиновых нотах. Да-да-да. Некоторые люди слышат там кошачьи стряпки. Да. Я там не слышу ни тряпок, ни сака. Я не думаю, что парфюмер их там слышал. То есть, ну, не положил бы он всякое там неприятное звучание в аромат. То есть, я слышу как парфюмер. Я слышу аромат красивым, как он исходно должен звучать. А вот этих вот дефектов вот я не слышу, да. И поэтому, ну, наверное, вот мое восприятие, оно тоже вот то, что мне нравится, оно будет, ну, с большой вероятностью нравится и очень многим людям, мне кажется. Поняла, да. А давай вернемся немножко к процессу создания. Вот смотри, меня немножко зона ответственности интересует, да, разделение. Вообще, в принципе, это же сложно очень работать с таким количеством людей. Однозначно. Вот парфюмера создал аромат, да. Вот он готов, вы его утвердили. Дальше как получается? Он отправляет тебе, я не знаю, большую бутыль, которую вы разливаете в дровированные флаконы. Как это происходит? Ну, там происходит так, что мы утверждаем образец, уже все утверждаем, я готова его себе взять в коллекцию. Дальше все очень просто, я просто покупаю у парфюмера вот этот аромат, он делает под мой заказ, то есть я вношу предоплату, он составляет эту композицию в каком-то там объеме, который я заказываю. поначалу я заказываю немного, там по 100 миллилитров, смотрю, как аромат пойдет. То есть получается, что ты просто покупаешь как аромат, то есть это не идет какое-то процентное начисление от продаж, а ты просто платишь, ну вот стоимость аромата, да, которую он называет. Поняла. Я покупаю, и потом немножечко добавляю там как бы добавочную стоимость на то, что я оформляю аромат, что я этим занимаюсь, без недавних я еще и плачу налоги. Полин, ну я так понимаю, что у вас какой-то договор, да, что парфюмер не имеет права продавать его под своим именем, да? Ну формальных договоров нету, мы просто об этом как-то так в разговоре помянули, это делает честь, наверное, что ну как бы я не могу сказать, что как-то я прям какие-то условия ставлю, что вот нельзя там какие-то гонения, будут, или я поругаюсь, парфюмер может быть сам понимает, что это немножко неэтично, но я не обижусь, на самом деле пусть продает. Не обидишься? Нет. Люди идут все-таки в ладонику за образом, не просто за ароматом, они идут за обложечкой, за легендой, может быть, за флакончиком, то есть это идет у нас не только как аромат, это сувенир своеобразный, какой-то ну я не знаю, там может быть питомец, как-то все в комплексе, не просто аромат. Если, допустим, вот просто тот же аромат, кто бы нашел на полке, в простой бутылке, на полке магазина, попробовал бы его без легенды, без узора, возможно бы прошел мимо. Вот я думаю, так вот. то есть покупает образ, да, весь образ. Полина, у нас с тобой не очень много времени осталось, час длится эфир, ну, может быть, мы просто потом продолжим, еще раз его точнем, давай посмотрим, как пойдет, если не успеем, потому что вопросов у меня очень много накопилось. Смотри, что хотела спросить еще. Ну, разливаешь ты, да? Да, 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 шприцом. Шприцом, поняла. Правильно ли я понимаю, что вообще это требует какой-то сертификации, да? Или нет? А спецификация-то ты что имеешь? Сертификация нужна какая-то? Сертификация нужна для производственных разливов, то есть там есть основные требования к самому производству и разливам. У меня даже близко этого нет, потому что производство, оно вообще очень много требований имеет. Там целый там составлен нормативный документ, что там начиная с санитарно-защитной зоны в 500 метров должна отстоять жилого и так далее. Ну, ни у кого из парфюмеров, соответственно, такого производства нет. Ну, нет таких оборудований. Если сертификат они каким-то образом добывают, то это, ну, я не знаю, это, наверное, сертификат чисто удостоверяющий, что данный состав включает в себя спирт. И все. То есть там очень темная история. Я не вижу возможности вообще сертифицировать ароматы ручной работы, потому что они не делаются на производстве, они делаются мелкими партиями в лаборатории, в ручную. Вообще не та тема сертификации именно на промышленные образцы. Поняла. Я, конечно, понимаю, что мы нарушаем закон как-то более-менее там нельзя продавать не сертифицированные ароматы. Там, наверное, вопрос в партии, я так понимаю. У вас же не промышленная работа, да? Ну да. Все-таки идет у нас как мир, как ручная работа. Да-да-да. Я думаю, что контролирующие, проверяющие органы, ну, наверное, это понимают. Наверное, да. законить каким-то образом. У нас действительно очень маленькие партии ароматов. Фактически покупаю как будто вот для себя и потом, ну, делюсь вот с другими людьми. Оформляешь. Естественно, я сама могу уручиться за качество этого всего, то, что мы делаем. В наших интересах все действует сарафаной радио, если у кого-то вдруг, не дай бог, возникнет раздражение, аллергия, ничего себе враги. Мы на своих детях это все тестируем. То есть при малейших каких-то случаях аллергии, естественно, мы идем как бы убираем аромат. Но мы не допускаем этого, потому что все парфюмеры соблюдают дозировки компонентов, они все прописаны в правилах и есть же такие специфические нормы на составление аромата. А скажи, пожалуйста, какой самый продаваемый аромат марки? Ну, молодильные яблоки самые продаваемые. Шамаханская царица очень хорошо берет это живые. Когда яблочки? 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 Яблочки уже сейчас есть. Уже можно можно прям бежать уже, покупать? Можно. Я это сказала. Зачем я это сказала? Зачем? Надо было сначала. Я сейчас не стала об этом кричать, потому что, мне кажется, всем желающим, который записался на яблоки, может быть просто не говори. Не говори, мы этого не говорили. Яблок нет, нет, все, яблок нет. Хорошо. А скажи, женщины, наверное, чаще покупают, да, в принципе, у тебя? Да, 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 конечно. Но ты знаешь, скажем, вот лидер женских предпочтений, лидер мужских. Что у тебя чаще покупает женщина, что мужчина? Или опять те же самые яблочки? Мужчины сейчас очень полюбили «Чёрный ворон». У нас новый аромат выпустил Павел Рамазанов. Очень понятный, очень носибельный. Раньше мне гусарская баллада очень нравится. Я, кстати, хочу у тебя тоже заказать полноразмерный. Гусарская баллада не секс, его женщины и мужчины берут хорошо. А чисто мужской у нас, прям мужской и мужской. Это финист ясный сокол. Это очень брутальный аромат. Я себе слабо его представляю на женщинах, хотя женщинам он тоже очень нравится, и некоторые даже его покупают. По-моему, у него характер мужской. Он очень волевой, очень такой крепкий, такой холодный, очень мужской. Полин, а есть какой-то отклик от мировых коллег? Как я так выразилась, от иностранных коллег, скажем вот так? Пробовали, говорили, что там? в выставках, да, на них вот посетители иногда вот на выставке, которая организовывает парфюмерный клуб России, вот аквас, на Велте, они вроде пробовали, но я не слышала отзывов от них. Не слышала, не слышала. То есть за границей люди покупают у нас ароматы, очень им нравится, но вот именно от коллег. А скажи, пожалуйста, у вас бывают корпоративы? Вы собираетесь все вместе, вот все парфюмеры ладоники? Ну, поскольку я живу немножко отдаленно, и они тоже все разбросаны, мы собираемся только на выставках, это не все. Есть мечта стать Сюлу Данику, но у нас очень широкая география. Вот Красноярск, о которой уже говорила Дарья про, и Ивангород, Санкт-Петербург, Тула, Петрозаводск, в общем, сейчас Ростов-на-Дону, там Яна Якушева, в общем, такая у нас география очень, как всех собрать, чтобы все смогли, ну, конечно, это моя мечта, люди заняты, я надеюсь, сейчас вот еще время такое сложное, даже на выставке не надо провести, я очень надеюсь, что все-таки получится. А какие ежегодные выставки проходят, где можно познакомиться с авторской парфюмерией и русской в том числе? Так, самые большие выставки проводят парфюмер Россия, парфюмерный клуб России, это Марьяна Пенькова, это выставки ВАСТ и Новелте, они должны были пройти ВАСТ весной, она была сорвана из-за эпидемии, и теперь она будет осенью, не помню дату, по-моему, 2 октября. теперь очень большие выставки организовывает сообщество русский парфюмер, ну вот Елена Сеорди, организатор этого сообщества и вот этих выставок, Ниша, это Марина Волкова, организатор этих выставок, и в Санкт-Петербурге проходит парфюмерный салон, салон авторской парфюмерии, мы 3 раза уже собирались, еще хотели, уже по весне получилось, теперь выбираем дату, боимся второй волны вот это даже не будет вслух произнесено, очень надеемся, что ничего такого, но возможно соберемся в Санкт-Петербурге в этот салон авторской парфюмерии осенью, да? Да, или на излете лета, или осенью очень хочется собраться. Скажи, пожалуйста, да, говори. Сейчас постоянно действующая экспозиция русских парфюмеров на колокольниковом перегулке 24, Ольга Госсина, организатор. В Москве, да? Да, это дом с твердым знаком дом парфюмера, вот, наберитесь тоже в интернете, всех приглашаем, очень интересное место. Скажи, пожалуйста, никогда у тебя не было желания пригласить кого-то из зарубежных мастеров поработать для марки? Или ты считаешь, что вот они, нет, они Россию не видят, не чувствуют? Не почувствуют. Я не считаю, я не вижу в них потенциала. Потом я считаю, что если парфюмер очень долго учился за рубежом, вот эти зарубежные школы, то у него, несмотря на его высокий профессионализм и высокое качество работ, клишированность сознания, вот это вот за, ну, у него вот именно вот тот стиль, которым ему учили. Очень трудно ему что-то создать, наверное, совсем новое, особенное, потому что наши парфюмеры, они очень много постигают путем проб и ошибок, и у них самобытность очень высокая. У них авторский почерк особо сильно проявлен, сильнее, чем у зарубежных парфюмеров. То есть я могу даже часто определить вот по аромату, кто его делал. Вот, это мой последний вопрос, кстати, вот хотел задать. То есть, условно говоря, ты можешь закрыть глаза и практически каждого из парфюмеров, которые в марке участвуют, узнать. Ну, если, скажем, какие-то условные ароматы, которые ты еще не пробовал. С большой вероятностью, да, если я знаю этого парфюмера, знаю его почерк, то я с большой вероятностью могу сказать, что вот эта вот работа вот этого парфюмера, у некоторых это прям вот особо прям сильно. Они говорят, что вот, ну, и вроде компоненты разные используют, но тем не менее, получается, он делает сам себя в аромате, то есть, это очень интересно. А иностранные парфюмеры, они делают не себя, а тому, чему их учили. Они знают вот эти вот приемы, формулы, все это они делают. Полин, пока люди думают, я задам еще парочку вопросов про флаконы. А где вы их берете изначально, скажи? В принципе, у нас есть какая-то вообще стекольная промышленность, чего осталось, которая делает флаконы. Вот, Ира, ты занимаешься стеклом, а не сможешь это делать. Увы, увы, ты знаешь, я занимаюсь совершенно другим стеклом. Нет, увы, увы, мы уже обсуждали с Валерией этот вариант. Вот конкретно то, что нужно вам, нет. Вам нужна прессовка, вам нужен горло, горло с вот хорошей присадкой, да, четко, чтобы не протекали. Я, в общем, сначала обзвонила всех, которых нашла там стекольщиков. Они мне тоже также сказали, что, ну, мы красиво можем делать, но... Но не то, что вам надо, да. Даже если они посадят горловину, то к ним нужны спрей, колпачки и прочее, прочее. Перекопав всю Россию вдоль и поперек, я поняла, что в России у нас ничего не делают. Стыдоба, позор, я в шоке, у меня это такая боль, вот, поэтому пришлось идти на Алиэкспресс и к нашим друзьям-китайцам. Великий китайский сайт, да, где можно купить все, поняла. и вообще-то тоже, ну, услышьте меня, я не знаю, что на видение сделается в России, производство, пластмассы, стекла, всего-всего, ну, почему у нас ничего нету? Я еще когда в институте училась на, вот как раз на нашей специальности, это были 90-е годы, нам педагоги с болью говорили, что, ну, выучим мы вас на обработку материалов, да, учебники самые последние 80-х годов, ну, производство стоят, ничего не делается, где вы будете работать, не поедем. Вот, ну, в общем, лаконы. Я тебе больше скажу, у нас даже стекольных заводов толком не осталось, у нас даже стекло в России не делают, мы все ее тоже покупаем с границей. Бутылки делают, алкоголь делают, алкоголь нормальный делают. Слушай, ну, так это надо идти на производство, где делают бутылки, договариваться с ними, потому что вам... Они говорят, что они сделают, но партию там от 200 тысяч штук. Да, у них разговор такой. Да, сделают. Потом, значит, приходишь на этот солнечногорский стекольный завод, который, в принципе, даже пытаются делать попытки, ну, парфюмерных флаконов, но качество неважное, и присадить к ним спрей, колпачки абсолютно никакой возможности. Ну, то есть, это надо отдельное производство по вот этим спреям и колпачкам. Ну, китайцы могут, а мы не можем, да, к заприням. Китайцы могут, нам говорят, что в Китае, в каждой деревне есть станочек, который делает там пластмассу, отливает, штампует, там формует. 3D-принтер, да, и печь стекольная. Тринтер в каждом доме деревенском нормально. Да. То есть, ну, услышь, Россия, давайте заниматься уже нормально. Друзья, вы пока можете задавать какие-то вопросы, пока мы с Полиной разговариваем, я для этого включила комментарии. Да, я напоминаю тем, кто присоединился недавно, у нас в гостях Полина Поплевина, креативный директор марки Ладоника. Ладоника – это марка нишевых ароматов, авторских ароматов, русских, созданных русскими парфюмерами, с очень красивыми названиями, с очень красивыми описаниями. Вот когда у меня будет полноценный флакон, который я куплю, яблочки, гусарская баллада, я вам покажу в эфире даже как выглядит. Очень красивые флаконы с ручной гравировкой, про гравировку мы сейчас поговорим, с очень красивыми рисунками, которые Полина, собственно, ручно разрабатывает с паковкой совсем-совсем. Вот, поэтому достаточно легко найти в интернете, просто наберите Ладоника, там очень-очень много всяких ссылочек, начиная с ярмарки мастеров, где вот я и познакомилась с Полиной, заканчивая авторским сайтом. Это Ладоника.рф, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, у нас два сайта, Ладоника.рф, это интернет-магазин, а Ладоника.ру это визитка. Вот, поэтому, если вопросы какие-то по авторской парфюмерии задавайте, можно ли купить пробнички нескольких ароматов, у Толи спрашивает. Конечно, у нас вот такая фишка, что у нас все ароматы представлены в пробниках один миллилитр, два миллилитра, выбирайте любые, все в наличии, сейчас, к счастью, отправим и наборчиком, и поскольку, у нас даже есть полная коллекция Ладоника, можно ее купить в пробниках. Можно Полине написать и здесь, и на ярмарке, и где угодно, я так понимаю, Полина есть во всех соцсетях, да? Просто идти в магазин и, в общем, официально совершать покупку, платить налоги, все. Есть ли такое понятие, как мода в ароматах, Полин? Мода в ароматах? Да, мне кажется, что сейчас, наверное, вот есть мода все-таки на русское пошло. Мы в моде, мы в тренде, потому что люди наконец-то начали обращать внимание на нашу культуру. А какие ароматы кроме совушки планируются к выпуску в ближайшее время? Какие там ноты? Можешь еще рассказать? Ну, совушка вообще меня очень заинтересовала и название чудесное, и рисунок, наверное, чудесный, да, будет? Вот-вот появится, вот-вот появится, и вот оформляю уже. А что еще? Кстати, в набор сказочной птицы, у нас уже собралось много птиц, и финист, и жар птица, и птица ладоница, и птица ладоница, и птица ладоница. Да, черный ворон там. Далее у нас, наверное, все-таки не буду рассказывать про новые ароматы, это будет спойлер. Название, хотя бы скажи название. Не название. Да, мы. Смолни у нас будут следующие. Кот Баюн, Адолень Трава, Тридевятое Царство, так, в памяти Крылья Ветра, но это еще не скоро. Наверняка сейчас что-то забыла, вылетела из головы, но у нас несколько ароматов прямо вот в разработке. Название очень красивое, здорово, да. Русалку делают. Возможно, появится Бериндеево Царство Иван Купала. Да, это все, это и все в такой долгой разработке, но вот Редевятое Царство у нас уже согласованный аромат. Да, скоро мы его тоже выпустим. А, вот что, ожидайте к августу вообще бомбический аромат Татьяны Наумовой. Тут я проболтаюсь. Он будет называться Сударня Барыня. То есть, это тот аромат, который я долго из Татьяны прямо вот мне казалось, что это ее тема, что она справится идеально. Она справилась идеально, правда, не с первой попытки. Тоже долго мы его разрабатывали, но он такой вообще получился богатый. Сударня Барыня, ну, представьте. А что там, какие там ноты, ну, хоть что-нибудь назови для затравки. Монолитный. Она сказала, что она все-таки воодушевлялась такой вот классической французской парфюмерией. Но сделала его как это, клюквенным или расклюквистым или разбрусниченным. Ягодный такой, да? Да. То есть, это, возможно, тот, кто любит такие ароматы, как Шанель Коко, Коко Нуар, там, такое, что такую тему, такую вот женственную, очень нарядную. вот, но мы сделали на русскую тему тоже роскошный, нарядный аромат. Такой тяжеловесный, статный. Интересно получилось. Я думаю, что, наверное, его в августе, в сентябре его выпустим. Что-то, наверное, я забыла еще, если кто-то из парфюмеров меня слушает и обижается, что я про него забыла. У меня просто в голове всего очень много, я могу забыть. потом вспомню, но часто возможно... Ну, понятно, что в эфире просто невозможно все запоминуть, все вспомнить. Я кого-то не вспомнила и кого-то из парфюмеров. У нас очень много парфюмеров в проекте, уже там больше 10. И они присоединяются, еще будут присоединяться. А есть какие-то, да, планы, вот есть кто-то еще из русских, с кем-то хотела бы поработать, но еще пока вот не сложилось? Я вообще бы со многими бы хотела поработать, со многими, но это очень большие затраты ресурсов времени. То есть это уже держать в голове 40 ароматов и еще несколько в уме. И все вот эти картиночки рисовать. Я одну картиночку очень долго рисую, долго продумываю. Это очень много времени занимается, помимо работы. и я вообще бы всех бы обняла, объяла, затащила бы к себе в проект, каждому нашла бы тему, вот, но не справляюсь физически. И я не понимаю, кого можно себе в помощнике найти, наверное, никого. Потому что это как выражение моих мыслей, моих навыков, художественных и вот, я не знаю, каких-то, ну, того, что я читала, того, что я знаю. Вам точно надо корпоратив устроить всем. Некоторые парфюмеры, да, они друг друга не знают и ни разу, наверное, не видели, не общались. Было бы, наверное, интересно и было бы, есть о чем поговорить. Ну что, есть еще вопросы? Полин, спасибо большое, мне было ужасно интересно. Тоже, мне кажется, тоже сейчас, знаешь, я закончу эфир, начнет всплывать в голове вопросы, которые я еще не задала, но это, ага, есть ли кинзо, есть ли что-то похожее в вашей парфюмерии? Знакомьтесь? Ну, живая вода, очень, ну, близко по духу, живая вода. Она такая же свежая, да, там живая вода, по-моему, там металл, воздух, это вот этот аромат, я не путаю. Да, 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 как бы аромат без аромата, он пахнет чистой водой, чистым воздухом, да, 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 очень интересный аромат, он такой универсальный, наверное, да, мне кажется, вообще совершенно офисный. Мне нравится больше, чем Лу Паркинзо все-таки, что-то в нем есть более родное, более какое-то естественное. Мне кажется, вообще лодоники, есть просто практически все, что можно себе выобразить, абсолютно разные ароматы, просто вот любые. Объять все темы, все направления парфюмерии, и даже вот если приходят парфюмеры, спрашивают, да, эти задания, хочу поучаствовать. Мне уже даже трудно найти тему, и вот именно направления в ароматах, которые бы у нас не были представлены. То есть у нас есть и гурманские, и цветочные, и какие-то природные, и шипры, и фужеры, и ягодные, и фруктовые, все-все, что у нас можно представить. Если кто-то вот подскажет, чего у нас в лодонике нет, я буду премного благодарна, мы будем воплощать, побежим воплощать. Мало ли, что-то я упустила, может быть, что-то, да, не знала. Спасибо большое, Полина. Вам спасибо, всем присоединившимся, слушаемся, Ирина, спасибо. Спасибо.